добрый день уважаемые ребята сегодня мы снова с вами встретились на занятии по биологии и наша задача сегодня познакомиться с вами с жизненными циклами высших споровых растений для этого мы должны рассмотреть несколько вопросов плана такие как размножение растений отдел маховидный их характеристика и жизненный цикл под отдел хвощовой характеристика и жизненный цикл отдел плавновидный также их характеристика и жизненный цикл и отдел папоротниковидный характеристика и жизненный цикл переходим к рассмотрению первого пункта плана что же такое размножение размножение представляет собой процесс самовоспроизведения растений с увеличением их в количестве а что же такое распространение? Распространение – это размещение растений в жизнеобеспечивающем пространстве, то есть на определенной площади. Мы с вами знаем, что растения способны размножаться бесполым и половым путем. При этом бесполое размножение может быть или может осуществляться как при помощи спора образования, так и может быть вегетативным размножением. Вегетативное размножение осуществляется различными органами растения и их частями, например, корнями, побегами и так далее. Спорами, размножение спорами – это размножение специализированными вегетативными клетками у споровых растений, такие как мхи, хвощи, лауны и папоротники, о которых мы с вами как раз сегодня и говорим. И половое размножение у растений – это размножение при помощи семян. А семена, как вы помните, это органы, образованные растениями в результате оплодотворения женских гомет мужскими гометами. Конечно, при помощи семян размножаются семенные растения – это голосеменные и покрыто семенные растения. Жизненный цикл растительных организмов представляет собой смену двух поколений. Бесполого поколения – спорофита и полового поколения – гометофита. Посмотрите внимательно на экран. Здесь приведена схема. Как вы видите, спорофиты имеют двойной набор хромосом, 2Н. Гометофиты имеют одинарный набор хромосом. Можем с вами обратить внимание, что же является гометофитом, что является спорофитом у различных видов растений. Например, у водорослей спорофитом является только зигота, ее набор хромосом 2Н. В основном водоросли существуют в виде гометофитов, гоплоидных стадий. У мхов, как вы видите, спорофитом является коробочка. Остальное же тело мха представлено чем? Гометофитом. Далее смотрим с вами. Видим что? Папоротники. Зеленые ваи, которые мы с вами можем наблюдать, являются спорофитами. И это на самом деле так. На обратной стороне ваи, на нижней стороне ваи, образуются органы как раз спорообразования, которые формируются, так сказать, в сорусы. А гометофитом у них являются только небольшие образования заростки, которые чаще всего располагаются в почве, очень небольшого размера. И для нас с вами, если мы в этом не заинтересованы, скажем так, незаметны. Для обычного человека они являются незаметными, находятся в почве. Обращаем внимание, голые семенные растения и покрытые семенные растения. И в том и другом случае те растения, которые вы встречаете гуляя в лесу, это все спорофиты, то есть они формируют споры. Но вот гометофиты у них очень сильно редуцированы. И мы видим, что они представлены только пыльцевыми зернами и, соответственно, зародышевыми мешками в случае покрыта семена. Спорофит – это растение или часть растения, клетки которого имеют диплоидный набор хромосом. Спорофит развивается из яготы первой диплоидной клетки. На спорофите формируются спорангии, органы в котором из спорогенной ткани, в результате миоза или редукционного деления, образуются гаплоидные споры. Споры представляют собой клетки, предназначенные для распространения и длительного сохранения в неактивном состоянии. Кроме споров семенных растений, это характерно для спор. В благоприятных условиях споры прорастают в гометофиты. Гометофит – это растение или часть растения, клетки которого имеют гаплоидный или одинарный набор хромосом. На гометофитах образуются мужские и женские половые органы – гометангии. Женский гометангий споровых и голосеменных растений называется архегоний. В женском гометангии образуется женская половая клетка или женская гомета, яйцеклетка. Мужской гометангий споровых растений называется антеридием. Мужские гометангии формируют мужские половые клетки или гометы, сперматозоиды. Слияние при определенных условиях мужской и женской гомет или половых клеток называется сингомией – половым процессом или оплодотворением, в результате которого образуется первая диплоидная клетка нового спорофита. Таким образом, в жизненном цикле развития растений во время миоза происходит перемешивание или рекомбинация генетической информации, а во время оплодотворения мужской гометы и яйцеклетки создается новая комбинация генетической программы развития организма. Разнообразие генетических программ в клетках организмов обеспечивает возможность адаптации видов растений к меняющимся условиям, к выживанию наиболее приспособленных экземпляров, ну и, конечно же, является чем? является материалом для эволюции. Давайте с вами рассмотрим отдел маховидные и то, как размножаются данные организмы. Мхи или маховидные растения – это отдел высших растений, который объединяется в классы печеночные мхи, около 6-8 тысяч, антоциротовые мхи, 100-200 видов и листостебельные мхи, около 10 тысяч видов. Мхи – это, как правило, мелкие растения, длина которых редко превышает 50 миллиметров. Отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле взрослые растения представлены разнополыми гометофитами, а спорофит развивается на женском гометофите. Разножаются бесполым путем, например, с порами и вегетативными частями талона. Давайте с вами рассмотрим жизненный цикл листостебельного мха на примере мха кукушкинлен. В жизненном цикле развития взрослые растения мха представлены раздельно полыми гометофитами. Вы это видите на слайде. Имеется женский гометофит и мужской гометофит. Растения кукушкинлен имеют вертикальные стебли длиной до 40 см, со спирально расположенными в три ряда редуцированными листьями, закрепленными в почве резоидами. В центре стебля проходит концентрический проводящий тяж, среднюю часть которого занимают водопроводные клетки, гидроиды. Гидроиды обеспечивают восходящий ток, а периферийную часть занимают другие клетки, лептоиды. Это проводящие клетки органических соединений, которые обеспечивают нисходящий поток. На верхушке мужских растений находится антридии, в которых происходит формирование сперматозоидов. На верхушках женских находится архегония с яйцеклетками. Оплодотворение происходит с помощью капель воды. Обратите внимание, мы видим с вами на схеме как раз как выглядят мужские половые органы антридии и женские половые органы архегонии. Оплодотворение происходит с помощью капель воды, которые выбивают из антридии сперматозоиды. Капли дождя отражаются на архегонии соседних растений. По воде сперматозоиды проникают в брюшко архегония, где оплодотворяют яйцеклетки. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается спорофит, который в своей стопой встает на гометофит. Смотрим дальше. Ножка спорофита в процессе роста вытягивается в длину на 15-20 см. На верхушке которой образуется коробочка со спорангиями. Ниже смотрим в нашем жизненном цикле. Видим уже зрелый спорофит. Данный спорофит или данная коробочка закрыта крышкой. Край коробочки часто имеет зубчатый характер и называется перистомом. Возревание спорофита длится до 6 месяцев. У некоторых муков это возревание может доходить и до 18 месяцев. В спорангиях спорофита происходит формирование спор из клеток спорогенной ткани путем деления последних миозом. После созревания спор крышка коробочки открывается и споры рассеиваются через перистоп. В благоприятных условиях споры прорастают в протонемы. Это нитевидные хлорофильные выросты или так называемые эталомы. Из пазушных почковидных структур протонем вырастает гометофита следующего поколения соответствующего пола. Обратите внимание на слайд. На самом деле видите крышечка коробочки открывается и споры прорастают в вот такую нитчатую структуру протонема. Из которой происходит уже формирование новых гометофитов. Переходим к рассмотрению третьего вопроса. Характеристики жизненного цикла хвощей. Хвощевидные это отдел высших споровых растений в настоящее время, которые отнесены в подотдел хвощовый отдела папоротниковидной. Он насчитывает около 15 видов различных растений, которые характеризуются наличием побегов, состоящих из четко выраженных метамеров, междоуслей и узлов с мутовчатым расположением листьев. Спорофиты в анатомическом строении напоминают строение покрытосеменных злаковых растений. Бесполое размножение у хвощей осуществляется разнополыми спорами. Вегетативное размножение осуществляется корневищами или подземными побегами. Мы с вами рассмотрим цикл развития хвощевых на примере хвоща полевого. В цикле развития хвоща полевого преобладает спорофит. Посмотрите внимательно на наш слайд. Сверху изображен как раз зрелый спорофит. Это взрослое многолетнее растение, состоящее из корневища, закрепленными в почве при помощи придаточных корней. Весной из почек корневища на поверхность почвы вырастает спороносный, бесклорофильный, вертикальный побег. Посмотрите внимательно. Мы с вами видим, что зрелый спорофит, видите, состоит из вот такого зеленого, ассимилирующего, да, или фотосинтезирующего побега. И весной из этого же корневища происходит прорастание, видите, рядом расположен бесклорофильный, такой без веточек, да, спороносный побег. С мутовчатым расположением редуцированных маленьких листьев. На конце данного побега располагается спороносный колосок, который получил название стробиум. Сам спороносный колосок в своем строении имеет ось, на которой размещены зонтиковидные спороносные листья. Так вызывают щитки на ножках или спорофилы. С нижней стороны спорофилов, обращенной к оси стробиума, находятся от 5 до 10 спорангия. В спорангиях в результате редукционного деления миозом клеток спорогенной ткани образуются габлоидные, морфологически одинаковые, но разнополые споры. Мужские споры и обойполые споры. Оболочки спор имеют специальные выросты. Эти выросты называются элотеры, которые скручены спирально вокруг спор во влажном состоянии, а при подсыхании эти элотеры разворачиваются. Это позволяет спорам цепляться друг за друга и распространяться целыми группами. После созревания спор спороносные листья стробиума размыкаются, спорангии лопаются и споры разносятся ветром. Вследствие содержания в спорах хлоропластов они быстро в течение трех недель теряют всхожесть. Попадая на увлажненный и листый грунт, группы спор прорастают в хлорофилоносные геметофиты. В виде лопастных пластинок, закрепляющихся в субстрате при помощи ризоидов. Можем с вами увидеть, внизу нашего слайда мы как раз видим с вами зрелый геметофит. Геметофиты достигают половой зрелости через 3-5 недель после прорастания. На мужских геметофитах меньшего размера образуются мужские половые органы, антеридии. На женских геметофитах, в которых формируются сперматозоиды. На двуполых геметофитах, не на женских, а на обоеполых геметофитах, более рассеченные формы формируются архегонии или женские геметанги. Они развиваются раньше антеридиев, что увеличивает вероятность перекрестного оплодотворения. Для достижения сперматозоидами яйцеклеток, находящихся в архегониях, обязательно необходима вода. На одном геметофите могут быть оплодотворены сразу несколько яйцеклеток, из которых в дальнейшем развиваются зародыши или молодые спорофиты. Зародыши крепятся стопой к животику архегония и получают из геметофита необходимые питательные вещества, формируя зачаточный корешок, стебель и почку. После формирования зародышевый корешок начинает расти, закрепляется в почве, и молодой спорофит отсоединяется от геметофита, который через некоторое время отмирает. После спороношения весенние или спороносные побеги отмирают, и из почек корневища вырастают и зеленые или ассимиляционные побеги. Ассимиляционные побеги имеют вертикальный стебель с мутовчатым расположением на нем боковых ветвей, а также листьев под ними. Они выполняют функцию образования органических соединений в процессе фотосинтеза и накопления их корневища. В конце вегетационного периода ассимиляционные побеги отмирают. Остается корневище, которое зимует в почве. Переходим с вами к четвертому вопросу. К отделу плауновидной и характеристики и жизненному циклу. Плауновидный – это отдел высших споровых растений, который представлен 1000-1200 видами. Характеризуется наличием развитой проводящей системы, корнепобеговым типом строения спорофитов и таломным строением гометофитов, бесполым размножением, спорами и вегетативным размножением надземными побегами. Давайте рассмотрим с вами цикл развития плауна. Мы будем с вами рассматривать цикл развития на примере плауна буловидного. Спорофит плауна буловидного – это многолетнее вечно зеленое растение, которое преобладает в жизненном цикле. В своем составе имеется стелющийся дихотомически разветвленный стебель, покрытый спирально расположенными маленькими ланцетно-линейными листочками, их еще называют микрофилы, и закрепленными в почве дихотомически разветвленными корнями. Стеблевые побеги заканчиваются верхушечными почками или спороносными колосками – стробилами. Спороносные колоски на длинных ножках состоят из оси, на которой спирально расположены спороносные листья или спорофилы. Спороносные колоски на длинных ножках состоят из оси, на которой спирально расположены спороносные листья или спорофилы со спорангиями с верхней стороны. После редукционного деления, или миотического деления, как мы с вами уже знаем, в материнских диплоидных клетках образуются гоплоидные споры. Споры покрыты двойной оболочкой – эндо- и экзоспорием и содержат до 50% масла. После созревания споры рассеиваются и в благоприятных условиях прорастают. Развитие гометофита Гометофит у плаванов называется заросток, и спор происходит медленно. Это длится где-то на протяжении 12-20 лет. Он образует ризоиды, которыми закрепляется в почве и поглощает воду, а также вступает в симбиоз с мицелием гриба, который размещается в его коровой части. Заросток развивается в почве без доступа света, поэтому не имеет хлоропластов, однако если он выходит на поверхность, то хлоропласты образуются. Гометофит у плаванов двуполый, и напоминает луковицу. Посмотрите внимательно, это на самом деле так. Позже разрастается до 2-3 см в диаметре и имеет блюдцеобразную форму. Антриди и архегонии размещены рядом, на верхней стороне, и погружены в паренхимную ткань. Антриди и овальной формы, архегонии колбообразные. В брюшной части архегония содержится яйцеклетка и брюшная канальцевая клетка. В шейке располагаются шейные канальцевые клетки. Для перемещения сперматозоидов с антридиевки яйцеклеткам архегониев снова опять же необходима вода. Заплывая в шейку архегония, сперматозоид движется в брюшко архегония, где сливается с яйцеклеткой и образует зиготу. Это первая диплоидная клетка спорофита. Зародыш – это молодой спорофит, который медленно развивается на гометофите, получая из него необходимые питательные вещества. Когда корни зародыша прорастают в почву, он отсоединяется от гометофита и разрастается во взрослое растение. При постепенном созревании архегониев на гометофите в них могут образовываться и развиваться несколько разновозрастных спорофитов одновременно. Ну и, ребята, мы с вами должны познакомиться еще с одним отделом растений высших споровых. Это папоротниковидные растения. Это отдел высших споровых растений, который объединяет около 11 тысяч видов. Папоротниковидные характеризуются корнепобеговым строением тела спорофитов и талонным строением тела гометофитов. Размножаются папоротниковидные бесполым путем, соответственно, спорами и вегетативно. Если вегетативно, то это происходит при помощи корневищ. Ну и теперь давайте рассмотрим с вами жизненный цикл папоротника на примере щитовника мужского. Как вы видите, в цикле развития преобладает спорофит. Вы все его прекрасно видели, наверное. Взрослый многолетний спорофит – это растение с диплоидным набором хромосом, представляет собой корневище, закрепленное в почве предаточными корнями. Из почек корневища весной на поверхность почвы выходят спороносные листья или вайни, с нижней стороны которых располагаются спорангии, собранные группами всорусы, закрытые специальным защитным покрывальцем и дусием. В спорангиях происходит формирование спор из клеток спорогенной ткани в результате редукционного деления миоза. Спорангии в своем строении имеют ножки. В оболочке каждого из них находится ряд специализированных клеток с неравномерно утолщенными стенками – механический полисок или аннулюс. При созревании спор клетки механического пояска обезвоживаются первыми, что приводит к их деформации и резкому выворачиванию либо раскрытию спорангия наизнанку. При этом происходит катапулитирование спор. Споры, попадая на почву, при благоприятных условиях прорастают в протонему. Это слово мы с вами уже слышали, да? Гаметофита, которая позже развивается до плоского сердцевидного фотосинтезирующего заростка двуполого гаметофита. С нижней стороны гаметофита находятся резоиды, которыми он крепится к грунту. А также там располагаются антридии и архегонии. Антридии возникают раньше, ближе к острому краю сердцевидного заростка, а архегонии позже ближе к выемке заростковой пластинки. Разница во времени формирования двух типов гаметангия способствует перекрестному оплодотворению папоротников. Для перемещения многожгутиковых сперматозоидов из антридия в кийцеклетка в архегониях необходима вода, которая скапливается в нижней стороне талома, заростка после дождя или в связи с образованием раста. После полового процесса, то есть влияния сперматозоиды яйцеклетки и заплодотворенные яйцеклетки, зиготы, развивается зародыш. Это маленький спорофит, который на первых этапах развития питается за счет гометофита, а после укоренения переходит на автотрофное питание, становясь независимым организмом. К этому времени гометофит отмирает. Обратите внимание, посмотрите внимательно на слайд. Мы с вами видим на самом деле, что после прорастания спор происходит образование протонемы и формирование зрелого гометофита, на котором формируются гометанги. При наличии капельно-жидкой воды осуществляется оплодотворение, образуется зигота. Из оплодотворенной зиготы в дальнейшем прорастает молодой спорофит или зародыш, который какое-то время существует совместно с гометофитом, после чего он переходит к самостоятельному существованию и отделяется от него, то есть гометофит уже отмирает. Ребята, мы сегодня с вами познакомились с особенностями жизненных циклов высших споровых растений. То есть мы поговорили о том, как размножаются мхи, плавы, хвощи и папоротники. Поговорили о том, что же является спорофитом и гометофитом и какие особенности в чередовании поколений наблюдаются как раз у этих групп растительных организмов. Благодарю вас за внимание. Всего доброго!